Вы смотрите Секреты и Факты Если принять во внимание бескрайние, широкие и бесконечно огромные размеры Вселенной, то можно предположить, что мы совсем не одни, и высока вероятность существования внеземных форм жизни. Ученые даже предполагают, что мы сможем их найти уже к 2040 году. Популярные описания инопланетян утверждают, что они практически не отличаются от нас, имеют большие головы и огромные черные глаза, а также почему-то голые. Давайте рассмотрим причины, по которым они точно не похожи на нас. На их планете другая гравитация. Гравитация – это ключевой фактор развития всех организмов. Далеко ходить не нужно, все это видно на Земле. Если верить нынешней теории появления жизни на Земле, мы можем увидеть, что в период, когда существа выходили из воды на сушу, их строение терпело серьезные изменения. Так как вода больше не компенсировала силу тяжести, они были вынуждены обзавестись конечностями, сложными и прочными формами скелетов. Представим ситуацию, что гравитация на Земле увеличилась в 4 раза. Ваша рука станет намного тяжелее, и даже для того, чтобы поесть суп, вам придется прилагать огромнейшие усилия, дабы поднести ложку к рту. Просто-напросто передвигаться будет гораздо сложнее. Мы будем вынуждены эволюционировать и обзаводиться более прочными и толстыми костями, а также более крепкими и сильными мускулами. В случае обратной ситуации, когда гравитация станет в четверо ниже, жители нашей планеты, скорее всего, серьезно прибавили бы в росте и намного уменьшили мышечную массу. Но это лишь в том случае, если бы мы состояли из тех же химических элементов. Другими словами, скелет инопланетянина может быть из металла или вообще элемента, который не встречается на Земле. Практически все живые организмы на Земле содержат углерод. Им требуется вода, и у них есть ДНК для передачи генетической информации своим потомкам. Но было бы опрометчиво предполагать, что все организмы во Вселенной используют эти материалы. Если существует жизнь на основе, скажем, кремния, она будет выглядеть совсем не так, как мы привыкли. Например, для того, чтобы кремний начал вступать в химическую реакцию, ему нужны гораздо более высокие температуры. Их планета может иметь иную атмосферу. Атмосфера тоже является ключевым фактором формирования жизни на Земле. Опять же, не отходя от Земли, можно пронаблюдать, что доисторические формы жизни, благодаря содержанию в атмосфере 35% кислорода против сегодняшних 21% могли вырастать до огромных размеров. Например, членистоногие, жившие во время каменно-угольного периода 300 миллионов лет назад. И это все благодаря разнице концентрации кислорода всего в 14%. Впрочем, для жизни кислород может вообще не требоваться. Даже на Земле уже найдены анаэробные многоклеточные существа. Инопланетяне также, возможно, не нуждаются в воде. Как мы уже говорили выше, вся жизнь на Земле напрямую зависит от воды. Вода остается в жидком состоянии при большом температурном диапазоне, выполняет роль растворителя и транспортного механизма, а также обеспечивает благоприятные условия для прохождения химических реакций. Однако это не означает, что ее место не могут заменить другие вещества в иных местах Вселенной. Многие ученые рассматривают вполне вероятную замену воды жидким аммиаком, обладающим многими свойствами воды. Также воду может заменить жидкий метан. В научных работах, использующие данные с корабля НАСА под названием «Кассини», выдвинута теория, что жизнь на основе метана может быть даже в нашей Солнечной системе, на спутнике Сатурна, Титане. Более того, как метан, так и аммиак полностью отличаются по составу от воды и могут находиться в жидком состоянии при гораздо более низких температурах. Таким образом, если и есть жизнь, основанная на неводных растворителях, она может выглядеть совершенно иначе. Конец первой части. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok